Приветствую, мои зрители! Многим из вас известна такая пряность, как мускатный орех. Многие из вас покупали его измельченным в виде порошка. Мускатный орех служит отличной приправой к мясу. Некоторым же из вас также доводилось покупать цельные мускатные орехи, чтобы использовать которые в качестве приправы, их необходимо было натереть на терку, либо же размолоть в какой-то мощной кофемолке, либо же в блендере. В одном из супермаркетов я приобрел две упаковки цельных мускатных орехов. В каждой упаковке находится по три мускатных ореха весом 15 грамм. Сейчас я попытаюсь начать эксперимент по проращиванию данных орехов. Для чего я буду использовать пластиковый пищевой контейнер, закрывающийся крышкой. В пластиковый контейнер я помещаю подложку из ваты и прослойку из марвии. Итак, я извлекаю данные орехи из упаковки. От них исходит сильный и приятный аромат. Я надеюсь, что данные орешки не проходили никакой термической и химической обработки. И зародыши, которые содержатся в них живы и способны к прорастанию. Итак, я помещаю шесть орешков в эту емкость. Укрываю их марлей. Особенности проращивания и культивации мускатных орехов мне неизвестны. Потому я буду экспериментировать. И эксперимент этот, скорее всего, займет довольно длительное время. Так как вата и марля являются органическими, экологически чистыми субстратами из растений под названием хлопок, этот субстрат подвержен разложению и биодеградации. То есть в нем могут завестись микроорганизмы, которые будут на нем размножаться и разлагать его. А это могут быть вредные для проростков бактерии, либо же плесневые грибки. Потому во избежание всевозможных микробиологических заражений я буду заливать данные орешки не просто водой, а раствором гуминовых кислот, содержащих полезные для растений бактерии, которые вытесняют патогенную микрофлору и препятствуют развитию плесневых инфекций. Я полностью заливаю марлю жидкостью, еще немного, поскольку орехи довольно крупные, они сухие, им надо будет впитать эту влагу. Теперь я закрываю данную елкость, подписываю его сегодняшним числом 06.03.2018. После чего я помещаю емкость с замоченными мною мускатными орехами в растворе гуминовых кислот, содержащих культуры живых микроорганизмов, в лабораторный инкубат. И периодически я буду проверять состояние данных орехов. Но скорее всего данный эксперимент растянется на несколько месяцев. Итак, друзья, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и до новых встреч!